Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Сейчас моему ребенку 4,5 года. Мы с его отцом расстались, когда ребенку было 2 месяца. Сын по фото из роддома знает, что это его папа. Вживую не видел. Показываю фото в соцсети его отца, ребенок говорит, это дядя. Сейчас отец ребенка объявился, сказал, что хочет общаться с ним. Но знаю, как он это будет делать, сейчас появится, потом пропадет, и так снова, и снова. Я боюсь. Хочу попросить советы, как лучше сделать, знакомить отца с 4-летним сыном, или пока сказать, что это дядя. Не хочу травмировать психику ребенка, чтобы папа появился и снова пропал. Ну, лично мне в этой истории не совсем понятно, почему папа должен пропадать. Вам очевидно виднее. В этом смысле. Вот. И я полагаю, что вы знаете, о чем говорить. Вот. Но тем не менее, вы не написали это. То есть, ну, он объявился. Вот. Почему должен пропасть. Тем не менее, я думаю, что из ответа, который вам дал один из моих коллег, вы увидели, что, в принципе, родители имеют право общаться со своими детьми. Более того, непредоставление им этого права является нарушением и дает человеку, в свою очередь, право обратиться в суд, подать на вас в суд. Вот. И, по закону, вероятно, такой иск будет удовлетворен. При условии, что отец как бы ничего плохого не делает. А доказать, что пропажа и появление травмируют вашего ребенка, будет довольно сложно. Хотя и можно, конечно, с точки зрения закона, сказать, что плохо выполняют свои родительские обязанности. На мой взгляд, все это довольно энергозапратно и еще более травматично для ребенка, чем то, о чем вы говорите, все эти судебные челленджбы и так далее. На мой взгляд, ваша основная проблема заключается в том, что вы боитесь. Вы боитесь неопределенности. Вы пытаетесь эту определенность создать. Пытаетесь проконтролировать. И то же самое вы транслируете ребенку. Вот это проблема. Потому что вашему ребенку сейчас 4 года. 4 года – это тот возраст, если мне не изменяет память, когда ребенок перестает сознавать себя центром вселенной. Когда он перестает думать, что он единственный в мире. Когда он начинает приходить к тому, что помимо него есть другие люди. А это означает, что ребенку уже сейчас нужно привыкать к тому, что люди могут уходить. Люди могут приходить и уходить. И ему нужно жить своей жизнью. И не запрещать себе свои чувства. Чувства боли, если папы нет. Еще какие-то обиды, злости. Понимаете? Поэтому, на мой взгляд, первое, что вам нужно сделать – это с вашими страхами поработать. Почему сразу травмировать? Вот. Вы, конечно, со мной не согласитесь, вероятно. Вот. И не только вы. Но то, что у вас возникла такая мысль для травмирования ребенка, я мог бы связаться с агрессией на отца, с обидой на отца. У вас есть обиды на мужа, но вы называете просто отец, то есть, вероятно, не был вашим мужем, вашим мужем не был отец, отец ребенка. Так у вас обида на отца ребенка-то сохранилась? Что вы чувствовать не можете? А как вышло, что за более чем три года вы не построили новых отношений с другим мужчиной, которого ребенок бы сейчас назвал отцом? Как раз. И не было бы тогда проблем, появится папа или исчезнет. У него уже был бы отец. Ну, понятно, не родной, но было бы как получилось. Я знаю, я знаю, я знаю, что вы скажете. Вы скажете, что времени не было, нужно было работать, обеспечивать себя ребенка. Да, это про контроль. Это про контроль. Про страх неопределенности. И то же самое вы транслируете своему ребенку сейчас. Понимаете? Травматичность, именно травматичность любого события, которое происходит в нашей жизни, заключается в блокировании черт. Мне плохо? Я молчу. Мне больно? Я молчу. Мне страшно? Я молчу. Вот вы боитесь и прячетесь за ребенком. Вы говорите, ну, это я за него беспокоился. Нет. Страх ваш. С ребенком еще ничего не случилось. И не факт, что случится, а тревога ваша уже есть. Это про вас, не про ребенка. Понимаете? Вот травматичность. Травматичность, это когда я блокирую свои чувства. Если вы научитесь их не блокировать, а экологично выраживать, в том числе своему ребенку, который при таком обращении с чувствами взрослого не будет ими травмирован, а будет лучше узнавать их. И родителя, и себя через родителя не будет травмировать. Да, ему будет больно, да, ему будет обидно, да, он будет плакать. Это нормально. Но он сам решит. Ребенок сам решит, хочет ли он видеть папу или нет. Когда после исчезновения тот появится вновь. Если вы правы. Ну, вы не правы решать. За ребенка. Как мне кажется. Вот так. Такой ответ я могу дать. То есть, понимаете, что вам нужно поработать над собой, а научиться обращаться со своими чувствами. И научить это ребенку делать. И тогда ему никакие вот эти все обстоятельства не будут страшны. Они не будут его травмировать. А вы ребенка сейчас пытаетесь поместить в некий такой изолированный круг, где все хорошо, где все безопасно. Где никто никогда его не бросит. Но я вам открою секрет. Когда-нибудь и вы его бросите. И если сейчас он не будет к этому приучаться, как он будет без вас жить. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего доброго и удачи. Продолжение следует.